Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Землетрясение в городе Кесаре в Западной Армении. Количество новых квартир и домов в Арцахе увеличится почти на 730. В мирных условиях находки тигры Накерта будут возвращены в Степанакер. Эксперты ООН заявляют, что военнопленные в Нагорном Карабахе должны быть немедленно освобождены. Курдская языковая платформа в Турции требует, чтобы Эрдоган предоставил официальный статус курдскому языку. Шестой фестиваль Стармус в Ереване. Международный конкурс-фестиваль Дудук откроет молодые таланты. Стоящий на границе солдат должен осознать свою историю и культуру. Интервью с Давидом Агаджаняном. По данным департамента, по чрезвычайным ситуациям в провинции Кесарии и Западной Армении было зарегистрировано 6 землетрясений подряд, самые сильные из которых оценивалось в 4,6 балла. Эпицентр находится в районе Сарадулан. Землетрясение затронуло Себастью и Кесарию. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Для создания в Степанакертии в ряде населенных пунктов Арцаха нового жилого фонда и обеспечения переселенных арцахцев квартирами и домами Министерство городостроительства Арцаха заказало новые проекты. Об этом Армен Пресс сообщили в Министерстве городостроительства Арцаха. В Министерстве уже есть эскизный проект на строительство жилого квартала из 100 домов в селе Варанда Мартунинского района. Для реализации проекта строительства 150 домов в Аскеранском селе Астхашен начаты типографические работы. В райцентре Аскеран планируется строительство многоквартирных домов с 246 квартирами, а в Мартунин со 130. Для обеспечения жильем переселенных арцахцев в селе Акнаберт Шаумянского района будет построено около 100 домов, сообщили в Министерстве городостроительства Арцаха. Руководитель археологической экспедиции Тигранакерта, заведующий кафедрой культуры ГГУ, доктор исторических наук, профессор Гамлет Петросян ответил на очередную клевету Баку, отметив, что археологические находки Тигранакерта являются достоянием народа Арцаха. Проблема его сохранения находится в компетенции не Баку, а властей Степанакерта. В мирных условиях они будут возвращены в Степанакерты, выставлены в созданном для этого музее. Как сообщает Армен Пресс, об этом Гамлет Петросян написал на своей странице в Фейсбуке, в частности отметив, в азербайджанских СМИ публикуются фотографии с моей страницы в Фейсбуке, на которых, среди прочего, изображена упаковка материалов Тигранакертского археологического музея. Азербайджанцы представляют материалы раскопок в Тигранакерте как результат незаконных раскопок, называя эвакуацию этих предметов из зоны боевых действий хищением азербайджанского культурного наследия. Во время 44-дневной войны Тигранакерт стал районом вражеских обстрелов, о чем мы не раз предупреждали. В результате археологическая база Тигранакерта была полностью разрушена. Власти Арцаха и я, наша исследовательская группа, не могли допустить, чтобы такая участь постигла Тигранакертский археологический музей. Археологические находки Тигранакерта являются достоянием народа Арцаха. Проблема его сохранения находится в компетенции не Баку, а власти Степанакерта. В случае мира они будут возвращены в Степанакерты, выставлены в созданном для этого музее. Тот факт, что Арцах не имеет политического признания, не лишает его коренное население права на культуру, включая право на исследование и популяризацию культурного наследия. Итак, археологические исследования Тигранакерта проводились на абсолютно законных основаниях. Эксперты ООН по правам человека призвали немедленно освободить военнопленных и других пленных, захваченных при последних военных действиях Нагорно-Карабахского конфликта, а также передать семьям погибших их останки, чтобы они были захоронены в соответствии с традициями страны. Как передает Армен Пресс, об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Все, кто лишился свободы в результате конфликта в соответствии с соглашением о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, должны быть возвращены домой, а родные погибших должны получить останки своих близких и суметь захоронить их, отмечают эксперты. Подчеркнуто, что поступают сообщения военнопленные и другие пленные без какого-либо судебного процесса бывают убиты, исчезают, подвергаются насилию и жестокому обращению. Ни одно исключительное обстоятельство, будь то военное положение, внутриполитическая нестабильность или другое чрезвычайное положение, не может оправдать пытки, насилие, исчезновение людей. Подобные действия во время военного конфликта могут считаться военным преступлением, подчеркнули эксперты по правам человека. В частности, это касалось и фактов надругательства над телами погибших людей. Спикер курдской языковой платформы Шарафхан Джейзери направил письмо президенту Турции Эрдогану с требованием придать курдскому языку официальный статус. Как сообщает Армен Пресс, об этом сообщает информагентство газеты «Дувар». Курдский язык, который ассимилировался на протяжении ста лет, сейчас находится на грани исчезновения. Как вы часто говорите, ассимиляция — это преступление против человечности. Давайте вместе выступим против этого. Давайте вместе бороться, как платформа на курдском языке. Мы неоднократно хотели встретиться с вами. К сожалению, наши усилия были напрасными, сказано в письме. Специализирующийся на освещении современных проблем астрономии и космонавтики авторитетный журнал «Астрономия», который является одним из наиболее распространенных и читаемых в мире изданий, посвященных космической тематике в декабрьском номере 2020 года, посвятил специальную статью, предстоящему 2021 году в Армении Международному фестивалю науки и искусства «Стармус-6». Статья отмечается, что с 6 по 11 сентября в столице Армении, Ереване, соберутся всемирно известные ученые, астронавты, представители мира и искусства, чтобы обсудить последние открытия и достижения разных областей науки. Фестиваль «Стармус-6» организован при высоком попечительстве президента Республики Армении Армена Саркисяна и при поддержке правительства Республики Армения. Инициатива «Привести фестиваль в Армению» принадлежит президенту Республики Армении. Об этой идее президент Саркисян впервые сказал в 2019 году в Цюрихе, на проходившем там фестивале «Стармус-5», куда он был приглашен выступить с приветственной речью. Летом 2020 года было официально объявлено о решении провести фестиваль в Армении. С 5 апреля по 5 мая в Ереване пройдут международные соревнования в фестиваль «Дудука», цель которых – раскрыть новые таланты среди молодых дудукистов и популяризировать армянский дудук. В конкурсе фестиваля могут принять участие дудукисты до 22 лет из разных стран мира. Конкурс будет проходить в три этапа. На этапах конкурса участники представят разные направления армянской музыки. Все выступления конкурса будут записаны, сняты на видео, а затем показаны на всех социальных платформах «Дудукмен Продакшн». Лучшие участники получат возможность поработать с известными артистами. Все призеры получат денежные призы и также призы в виде профессиональной записи. В жюри конкурса войдут известные музыканты. В эфире телекомпании «Вестерн Армения ТВ» руководитель Центра армяноведения «ТИР» общественный деятель Давид Агаджанян представил деятельность организации в Москве, которая направлена на сохранение армянской идентичности. Он упомянул инициативы, связанные с Арцахской войной, уже послевоенными программами, которые он реализовал вместе с более чем тысячью добровольцами. Давид Агаджанян напомнил, что был потерян не только Арцах, но и Западная Армения, Нджавахк, Нахачевань, Киликия. 70-80% армянских территорий, которые должны быть возвращены. Говоря о планах на будущее, он отметил, что он намерен развивать спорт в Ереване, а затем и в регионах. Интервью доступно на нашем сайте и на YouTube-канале. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение ансамбля «Нубар». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром! Продолжение следует...